Швеция – одна из самых благополучных стран в мире, придерживающаяся нейтралитета во всех международных конфликтах. Сложно представить, но несколько веков назад это была империя, агрессор, наводившая страх на всю Европу. Но тем не менее, даже такая империя не смогла устоять. Но как же так? Почему шведская империя распалась? В период своего наивысшего расцвета, во второй половине 17-го столетия, Швеция не была похожа ни на одну другую европейскую империю. Колонии Испании, Англии и Голландии располагались по ту сторону океанов, а завоеванные Швецией территории находились прямо у нее под боком. Чем стремительнее росла шведская империя, тем больше материальных и человеческих ресурсов требовалось для сохранения ее владений. До поры до времени это удавалось. С дисциплинированной и прекрасно обученной армией, со шведскими кораями, мало кто в Европе мог соперничать. Первый юбилей мира кораблей. Пять лет побед, наполненных ураганными схватками. Сражайся с другими игроками, приглашай друзей и строй клановую базу. Смотри мультфильмы и документалки внутри игры. Проходи исторические кампании и узнавай много интересного о военно-морском флоте. Регистрируйся по ссылке в описании и получи самый большой набор подарков в истории игры. Премиумный крейсер Аврора, крейсер пятого уровня Амаха, 45 дней премиума, более полутора тысячи дублонов, 6 миллионов серебра, а также сигналы и юбилейные камуфляжи. Впрочем, отвоеванные у Германии, у Речи Посполитой и у России территории практически не имели экономической выгоды для Швеции. А вот угрозу они несли постоянно. Закон геополитики неумолим. Если империя больше не служит целям, ради которых она создавалась, то ее существование рано или поздно обречено. Кульминация великодержавия Швеции. К моменту смерти Карла XI в 1697 году Швеция пребывала на пике своего могущества. Она была влиятельным игроком на международной арене, владела колоссальной территорией и обладала боеспособной регулярной армией, 60 тысяч человек и передовым флотом, 42 линейных корабля и 12 фрегатов. Что же не позволило Швеции сохранить имперский статус? Швеция стала заложницей быстрого роста территорий. По сути, он начался с захвата в 1621 году Риги и приостановился в 1660 году подписанием Оливского мира. К этому времени государство фактически установило контроль над всей Балтикой. Шведская империя включала в себя пространство площадью около 900 тысяч квадратных километров с населением более чем 3 миллиона человек. Насколько бурным был рост могущества империи, настолько быстрым оказалось и ее падение. Ее начало в 1702 году положил захват русской армией Шлиссельбурга, а конец свинчало убийство Карла XII, которое произошло 16 годами позднее. За столь короткое время страна просто не успела свыкнуться с имперской идеей. Больше о Северной войне вы сможете узнать из моего же видео на моем канале. Швеция на тонком льду Уже в период правления Густава II Адольфа, Швеция была вовлечена в две тяжелейшие войны. С Польшей за ее Балтийские провинции, затем в 30-летнюю войну. Войны требовали огромных средств, и королю ничего не оставалось, кроме как обратиться за помощью к нелюбимой им аристократии. Чтобы компенсировать их потери, королю приходилось отдавать в пользу дворян не только собственные владения, но и богатейшие земли империи, приносившие доход короне в виде налогов. Такими темпами королевская казна быстро опустела. После таких видоизменений быстро нагрянул экономический кризис в Швецию. В 1680 году шведский парламент Ригсдаг постановил требование о возвращении земель аристократов во владение шведской короны. Земли вернулись как ни в чем не бывало, но аристократия перестала поддерживать военные амбиции короля. Высокая милитаризация шведского великодержавия влияла также негативно и на простых людей, особенно в Финляндии, являющейся неотъемлемой на то время шведской колонией, без которой Швеция не могла считать себя империей как таковой. Бюджет Государственную казну заметно опустошила расточительность королевы Кристины, которая решила тратить средства не на военные нужды, а на искусство и науку. Для Швеции это было непозволительной роскошью. Также по бюджету били походы Карла XII на Европу. Летом 1708 года Карл XII решился на вторжение в Россию. Вдохновленный завоеванием Польши в 1707 году, он намеревался наскоком овладеть Москвой, но не вышло. Поражение под Полтавой поставило крест не только на амбициозных планах Карла XII, но и на перспективах шведского великодержавия. Окончание в 1721 году Северной войны стало настоящей катастрофой для некогда могущественной державы. Швеция, лишившись почти всех своих владений, фактически потеряла имперский статус. К началу XVIII века Швеция осталась без союзников. Закончилось время щедрой финансовой поддержки Францией и Голландией. Страна была измотана бесконечными войнами, ее казна опустела, иссякли и человеческие ресурсы. Прогрессирующая бедность и низкая плотность населения определяли военную доктрину страны. Шведскую армию начали составлять наемные немцы, англичане и финны. И таким образом кровные шведы начали составлять менее 20% численности армии. К примеру, в 1648 году армия под командованием Карла Гуса Ваврангеля состояла из 63 тысяч человек, 45 тысяч из которых были немцами и только 18 тысяч человек являлись шведами. Густав II Адольф пытался это исправить посредством призыва в армию всего трудоспособного мужского населения Швеции. После этой реформы заниматься экономикой и хозяйством было попросту некому. Шведская империя продемонстрировала миру яркую и поучительную историю для будущего, которую почему-то все пытаются не замечать. Причинами распада шведского великодержавия стали военные дорогостоящие походы, интернационализм войска, призывная армия и пренебрежение к союзникам. Вообще, причин можно найти и больше, но только эти четыре ошибки Швеции и сейчас можно заметить в политике стран многих государств. Продолжение следует...